так одного встретил надо камеру настроить и но не хочу сейчас как бы никого смущать и сам пока привыкаю говорит что с полицией здесь пока проблем нету чипать chill out спокойно там никто никого не цепляет здесь так что это приятная новость а из польши из польши мужик короче он играет там какой-то big boxer короче здесь здесь только интересные люди бывают здесь неинтересных не бывает этого калета канадские оставалось от эти как здесь пещер живут немного конечно но вот люди есть там у меня знакомый жил интересно он там есть гитае не услышит не ладно по кофту снимать здесь прохладно становится в семь часов вечера и до часу насколько почти до восьми а уже восемь часов точно можно снимать кофту потому что по горам и так вот и мне надо еще конечно купить это местную номер телефона чтобы у меня был интернет цены здесь вот на интернет телефоны на еду на вещи такие же как швеция туристический город и ничего дешевого здесь нету ну там полотенца со знаком ты на эфе 3 его стоит но я считаю что она дешевая она но и синтетики и она вечная но картинка никуда не уходит можно ходить в баню очень такое ипотажное я себе кстати купить надо у меня нет полотенца чтобы на пляж ходить так здесь на самом деле блин я понял еще мало народу здесь все по разъезжались я так понял и много пещер оставили да здесь можно выбирать любую и жить но я не любитель пещер я любитель палаток не знаю почему мне в палатке комфортно в пещере что-то не очень хочется хоть здесь и крутые пещеры до занимая не хочу но не моё палатка меня полностью удовлетворяет это магазин на уже есть хочу надо в туалет сходить по цивильному хочу там сходить около магазином воды таблетки надо выпить уже время блин теперь мне нечем запить тут местные там на такие же туристы муж ходят там эти пирамидки ставят вот эти промежутки называются баранки банка один банка 2 банка ты и так они могут найти вот где где там живет там тот ну или спросит где ты живешь ну бы я в баранке 3 и все они поймут ok сейчас я из этого карьера выйду и пойду по асфальту а там магазины уже вот как это выглядит сегодня какой-то паспурный день солнце не шпает это хорошо для меня потому что пока привыкну там туда-сюда вот эта местность дам палатку ставь же весе пещеру занимай кто на самом деле ну вот кто как привык жить кто может это экономичнее кто больше тратит я привык тратить деньги и пипец короче ничего с собой сделать не могу вот деньги есть я их трачу денег мало я их меньше трачу денег совсем мало я их ну начинаю вот так вот я живу зависимости от того сколько у меня денег а не так что вот у меня много денег я начинаю там я не могу экономить когда у меня хватает денег я просто как бы смысла что ли не вижу там деньги есть и ты экономишь зачем эти деньги тогда нужны там накопить на что там мне чего надо вот мне ничего не надо мне вкусно поесть хорошо поспать да и все блин от секса я уже не завишу мне как бы вообще-то как бы самое последнее мое желание что вообще моем арсенале есть моем арсенале желание много погулять просто даже по наслаждаться пешим ходом особенно когда ты в отеле живешь пройтись вот благое дело прям кайф получаешь сейчас я постоянно на улице жить буду купаться загорать буду гулять за едой в общем английский серфинг сейчас первые дни я пока обосновываюсь я вообще снимаю то как я живу они лезут там в виде там репортера тыча камерой в лицо людям и расспрашивая всякую фигню может быть там зависимости от ситуации да как бы ну в неудобное положение людей я ставить не хочу а нифига здесь лидл открыли поближе к хиппи лидл открыли прикольно сейчас пойду туда вот испанцы работают там чистоту наводят грязь выводят за два года изменили мне далеко топать не надо сейчас пойду там в лидле все куплю таблетки выпью и все нормально так хочу это показать там ну кто знает канадские острова в общем здесь новый лидл построили сейчас него пойду с 8 утра до 10 вечера интересно у них здесь туалет есть блин смотрите какие симпатичные тут воды купил таблетки выпил булочку всем пойдем искать туалет зубную щетку куплю там пакет им просто в лидле то что я хочу нету здесь место магазине называется хиппер дину хиппер дину там очень хорошие салфетки зубные щетки ну и просто обычно подается и около него туалет есть там далеке хиппер с поддонами идут поддоны здесь хиппер им нравится потому что из них можно что-то построить я как-то забор около своей палатки построил и их можно в костер использовать ломать их камнями прям сверху на них кидаешь они ломаются отрывать доску и костер очень удобно ну вот я пришел короче за местной карточкой и местным интернетом чтобы мне загружать ролики там но фильмы смотреть и так далее это вот 100 гигабайт плюс 200 2000 минут плюс это всего 17 евро стоит но это вообще как бы дешево по моему в прошлый раз было подороже это как бы прикольно а вот еще блин ну это 50 гигабайт место я сам максимально 100 гигабайт возьму 17 евро мне вообще нормально будет хватать ролики выпускать в 4к не буду буду 720 в общем качестве выпускать чтобы мне это поудобнее было ну так по ситуации на самом деле когда народу много здесь до полиция там гоняет что-то одно нельзя то туда нельзя из туалета там охранники выгоняют ну я сейчас конечно по-другому выгляжу как турист ко мне отношения может по-другому а раньше я ходил как хипарь грязный меня в туалет там стоял охранник ждал пока я выйду чтобы посмотреть за мною что я там что-то не натворил ну короче вообще бред сумасшедшего магазин с портфеля меня не пускали я это ну пипец там так такие времена были а сейчас я так понимаю народу мало тут все спокойные никто никому не лезет поэтому как бы сейчас ну тихая обстановка просто людей тупо меньше блин вот и все это как на работе работы много тебя уважают работы мало на тебя хуй как бы ложит если так можно выразиться ну как бы там типа в общем пренебрежительные отношения теперь если работы мало есть много то другого отношения в общем такая ситуация вот в мире никто просто не уважает друг друга просто за то что блять уважать за это как она называется чувство собственно достоинства данное нам при рождении уважать себя и уважать других но мы это уважение по пути и какому-то каждому возрасту мы это чувство собственно достоинства просто то ли пропили то ли прокурили то ли продали на работе то ли я не понимаю короче поэтому уважайте друг друга я хотел сказать а что по поводу вот местных жителей вот молодые испанцы и испанки они симпатичные ну и такие выглядят бодро там как бы чистая кожа там туда-сюда а взрослые мужики уже к 40 блин они то ли паркуйные то стали пропитые такие толстые лица такие утомившиеся от жары типа того как бы я не знаю в общем но есть и в общем обычное обычное явление да вот как в наших странах после 40 уже так и здесь тоже такие постанови на алкоголь лучше не пить